Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, буду, возможно, где-то останавливаться. И давайте приступим. Напомню, что мне 37 лет, я не замужем и не была никогда, детей у меня нет. Я уже писала вам ранее письмо по поводу знакомства с турецким мужчиной. И в этом году, в сентябре, я снова побывала в Турции. И пишу вам новое письмо. Внешностью своей я, в принципе, довольна. Никогда не имела недостатка мужского внимания на родине. Но турецкие мужчины мне нравятся намного больше. И вообще, Турцию люблю давно, хотела там бы жить. Так было всегда. Но кардинально меня что-то, менять что-то в своей жизни пока не решаюсь. В моем городе есть стабильная работа, квартира. Как будет там дальше, неизвестно. И тем более сейчас, когда переезд в другую страну стал слишком сложным процессом. Теперь у меня случилась другая история, по которой я хочу получить ваш совет или можно потому, что запуталась. В сентябре этого года я выбрала отель для отдыха недалеко от Алании, который оказался полностью турецким. Там отдыхали 95% местные жители, одни или совсем с семьями. При выборе отеля я об этом не знала. Я не знала также и мой турагент, так как отель недавно поменял свое название, сменился хозяин. Ориентируется теперь отель в сервисе только на местных. Иностранцы были, но очень-очень мало. Конечно, как и всегда, в этот раз было много внимания. Были знакомства, ухаживания от мужчин разных возрастов, приезжих и работников. Приезжих это то есть, наверное, постояльцев, да? Я не могу сказать, что я слишком на этом зациклена. Ухаживают, смотрят, проявляют интерес, пытаются познакомиться. Так было всегда. Но я даже сама не заметила, как стала обращать внимание на одного местного отдыхающего парня. Он находился на отдыхе в отеле один. Мы сталкивались редко у бара, по дороге на пляж или на улице, смотрели друг другу в глаза. Но я не могу сказать, что сильно его запомнила, так как на отдыхе много кто смотрит и интересуется. Когда я лишь отметила, что очень симпатичный парень, внешность у него приятная, хорошее телосложение. Повторюсь, мы познакомились на отдыхе. Он не говорил со мной и максимум проходил мимо и засматривался. Примерно через две недели после приезда домой в инстаграме в скрытых я случайно обнаружила сообщение от парня, который написал мне на русском языке с переводчиком, что мы были с ним в одном отеле в отпуске, что он помнит, как я смотрела на него, что ему тоже было все это приятно смотреть на мне в глаза, что он не решился ко мне тогда подойти и познакомиться первым. Присла свои фотки из этой гостиницы, где мы оба отдыхали. Выяснилось, что позже, что он жил этажом выше меня. На мой вопрос, как он меня нашел, он сказал, что увидел меня в подписках у своего знакомого, который работает в этом отеле барменом. Что он впервые отдыхает в отеле в Алане и то приехал туда по знакомству, потому что там работает товарищ. Фитограмм бармену я оставила, только чтобы он отстал, так как во время моего пребывания он спросил номер ватсапа, приглашал погулять. Вам приставал чувак, и вы ему дали свои инстаграм-координаты, чтобы он от вас остался, нелогично. Дают такие координаты, когда хотят общаться. Когда хотите, чтобы отстали, посылают матом, проще говоря, да, и говорят, фалии, свои координаты и зацепки не дают. Представляете, до вас домогался чувак, и он, ну на самом деле, будем по-честному, он дал ваш адресок, скажем так, другому своему другу. Не просто так он у вас в подписках нашел, я вас умоляю. Так, я с ним никуда не ходила, мне это тоже было неинтересно, поэтому просто оставила страничку. Он подписался и все. Да, и не рассматриваю я работников отеля для общения. Было уже, не хочу. Ну, если не рассматривать, зачем вы даете страничку в инстаграм? Это вообще, ну просто нелогично, как вы это рассказываете. Не даю, не общаюсь, типа, значит, не даю своих контактов, телефона, страничку, все, вообще ничего себе, мне неинтересно. Если мы что-то даем, страничку, телефон или еще что-то, это уже себе, скажем так, предполагает, что за мной будут следить, смотреть, интересоваться, там, писать и так далее. Вы для себя самой определитесь для начала, да, тут проблемы с вашими желаниями. Рассматриваю, не рассматриваю, хочу или не хочу. Вы, видимо, хотите, но делаете вид, что типа не хотите. На самом деле, уходите. Новый знакомый сразу же подписался в инстаграме, поставил лайки на мои фотки, говорил, что очень ему понравилось, и он всегда наблюдал за мной в отеле, пока я не исчезла из вида. Я тоже подписалась, сразу проверила его страницу, восклицательный знак. Страница была приемлемая, большинство подписок на друзей мужского пола, женщин очень мало, в основном это турчанки из родного города, родственницы, это было видно по фамилиям. Но были 2-3 девушки из России или Украины, которых он удалил во время нашего начального общения. Было и несколько лайков девушкам под фотографиями, которые он тоже потом удалил. Позже он покойно попросил удалить своего друга из подписок тоже, но про других мужчин-турок ничего не говорил. Вел себя очень сдержанно и корректно по отношению к этому. Так, у вас получается там полный френдлист в инстаграме у мужиков-турок всяких, он к этому нормально относится, но друга типа моего удалил. Это уже не серьезная история, если бы он был за серьезные какие-то отношения адекватные, реальные, там, я твой мужчина, ты моя женщина, он бы попросил вас у всех турок других удалить, мне это было бы нормально. А если только своего друга, значит он от друга что-то скрывал. Он не ревнив, не придирчив, как будто считает это ниже своего достоинства, что ли. Скорее эти качества ревности больше свойственны мне. Потом я удалила почти всех, кто был в моих подписках из мужчин-турок сама, так как он мне понравился и наше общение имело ценность для меня. Вот видите, вы сами к этому, вот ценность для меня, ответ на него. Если не попросили, значит ценности в отношениях как бы и может быть с его стороны нет. Мы общались практически 24 на 7 днем и ночью. Я слишком погрузилась в эту историю. Было видно, что он заинтересован, у него есть неплохие мужские, просто человеческие качества. Общение устроил так, чтобы мне было удобно читать с переводчиком на русский язык. Но проблема была говорить по видеосвязи. Он Курт из Диарбакыра, работает в Измире, знает, соответственно, турецкий язык. А я только русский, немного английский. Но на английском он сам не говорит, только несколько слов. Через две недели нашего очень приятного общения через переводчик. Он купил билеты в Казахстан на конец декабря, чтобы приехать ко мне провести Рождество и Новый год. Скинул мне купленные билеты в Казахстан, кстати, лететь не ёшево. Свой паспорт, сделанный в марте этого года, кимлик и пароль от Едывлета. Чтобы я не сомневалась, что он не женат и никогда не был женат, ему 32 года. Вообще молодец, да, это хорошее все, что вы рассказали, все кинул, рассказал, молодец. Мы долго подбирали даты, забронировали гостиницу, которую он тоже оплатил. Говорил, что никогда не летал за границу на самолете, только внутри по своей стране. На мой вопрос, зачем же тогда новый паспорт себе весной сделал? Сказал, что планировал работать в Ираке, но планы поменялись. За время нашего общения он был в отпуске после приезда из Алании, ездил домой в Диарбакыр и обратил внимание на его дружную семью. Он показывал видео, фото своих родственников, мамы, братьев, сестер, записывал для меня видео вместе с племянниками, где просил их сказать какие-то приятные мне вещи. Ну, это логичная история, если он Курт, у них огромная семья, клан, они там все общаются, ничего здесь феноментального нет. Но обращаем внимание, что вы на это клюнули, вам это было приятно, вас это зацепило. То есть у вас в этом есть некая потребность, и для вас именно этот жест является неким показательным. Обратите на это внимание. По билетам город, его прилет был в Казахстане немой, а другой, то есть мне тоже надо было туда ехать на такси, расстояние от моего города до столицы 400 километров. Нифига себе, много. Мы постоянно обговаривали детали встречи, его приезда, потому что в Казахстане зимой очень холодно. Сейчас иногда уже доходит до минус 30, в среднем 18-20 минуса. Я переживала за это, просила взять теплую одежду, быть готовым к морозам. Он сказал, что не боится холода. Я заметила со временем, что стала откладывать свою работу, домашние дела, стала плохо спать. Я стала постоянно проверять его инстаграм, считать подписки, которых почему-то не хватало, если их сравнивать с реальным количеством. Скажу, что я очень ревнивый человек, я даже отписалась от него в инстаграме, чтобы не следить за ним, поскольку аккаунт его закрыт. Да, у него было несколько лайков со стороны девушек на его давних фото, что свидетельствует о каких-то связях. Но мне он говорит, что не имел отношений с русскоязычными и вообще эти темы корректно обходил, не углубляясь. Но для меня это как красная тряпка для ВК. Я постоянно их выискиваю, смотрю, если может быть что-то в будущем нарушит мне спокойствие, лучше тогда прекратить общение уже сейчас. То есть у вас начался момент тревожности на сближение. Вы пришли, и у вас началась тревожность, и вы искали сейчас повод для того, чтобы соскочить с этих отношений, с этого общения. Как всегда раньше вы это делали. То есть у вас вообще проблемы с доверием, сближением. Когда это началось развиваться и приближаться, логично, да, то вы решили искать, начали повод. Ваша психика начала искать повод, как бы с этого соскочить и предотвратить. Мне постоянно кажется, что у мужчины, которые мне нравятся, много женщин, я устраиваю проверки, задаю вопросы. И этим надо признать, все потом порчу, потому что это идет круглосуточно у меня. При этом сама я могу общаться редко с другими турками, которые иногда пишут, так как остались контакты. Но для меня, если я влюбилась, ничего это все не значит. Ну смотрите, вот у суса мой рыцарь в пушку получается. Кому бы было приятно, если там где-то остались контакты, вы прикиньте, вы бы узнали. Ну какая-то там девчонка, с которой где-то там тусовался, общался или в интернете знакомился, что-то пописываю, там будет приятно было. То есть вы боитесь от него то, что делаете отчасти что-то, какой-то элемент сами делаете. Я пробовала разобраться в себе. На мой взгляд, моя ревность не совсем связана с амацинкой, так как местами я в себе уверена даже слишком. Но определенные комплексы есть, как и у любого человека. Нет, не у любого человека есть определенные комплексы. Это вам хочется так это себе объяснить тем, что я такая же, как все, я не выделяюсь. Не у всех есть комплексы, поверьте. Есть люди, реально живущие без комплексов. Они просто, они есть у всех, но не все об этом задумываются или акцентируют на этом внимание. Когда мы на этом не зациклены, не обращаем внимания, говорит о том, что у нас и комплексов, то проблем этих нет. Мы их не видим, мы ими не живем. Мы просто, ну какими-то другими категориями, короче, существуем. Скорее, это психологический момент связан с каким-то аспектом сексологии. Я ревную только тех мужчин, кому есть сильное сексуальное влечение и искра. Если находятся не на должном уровне, то мне все равно. Ревности и переживаний нет и уже не возникает. Всегда казалось, что все мужчины изменяют, поэтому замуж мне не очень-то и хотелось. Я бы, хотя были подходящие мужчины на этом пути, но я, возможно, их сама отодвигала от себя. Ой, про сексологию, вот это, что вы написали, ревную тех только условно, кого хочу, потому что, да, у вас есть определенная травма на эту тему. Возможно, вы считаете, что этим можно привлечь как-то внимание мужчины, что секс это вообще важнее, чем отношения и так далее, потому что у вас есть на самом деле страх семьи брака, и у вас где-то какой-то эксперимент не очень хороший был, или пример своих родителей из семьи какой-то. Потому что, сами говорите, были возможности выйти замуж, такие мужчины у меня встречаются, но я сама их от себя, назовем так, отвадила. Ну, блин, потому что вы их боитесь. У этого парня работа в измерении. Он может выйти на смену ночью, затем несколько дней он не работает. Позже я отметила, что он часто не спит всю ночь, до утра может сидеть в Инстаграме, потом спит до 3-4 часов дня. Редко, но все-таки пару-тройку раз он выпадал из поля моего зрения на несколько часов. То есть, отключал интернет, что меня тоже расстроило, но пишет он каждый день. Совсем не исчезал никогда, но могу точно определить, есть у него кто-то или нет. Большую часть времени он на связи со мной и отвечает сразу. Говорил, что не хочет, чтобы мы ему бросали друг друга, даже если поспорим или поругаемся. Дошло до того, что он отправлял скрины, где отображалась информация, с кем он говорил по телефону, или что в данный момент в Инстаграме смотрит видео или присылает видео, фото. Короче, даже это дочитывать абзац не буду. Тут очень много, дайте тут отметим сразу. У вас максимально сейчас, видите, что серьезное с мальчиком что-то выгорает, скажем так, выкручивается, и вы начинаете максимально искать. Вы боитесь настоящих серьезных отношений и про любовь. Вы хотите? Ну, боитесь. Поэтому сейчас максимально он уже просто до бреда какого-то дошла, что вы у него спрашиваете фотки, скрины, с кем ты говорил, вот это вот все, но это уже маниакальная история, это бредово, это не окей, это вообще не про здоровье психологическое. Так случилось, что некоторые мои личные обстоятельства заставили меня попросить отменить его поездку, сдать билеты, так как у меня не получается в этот момент приехать в столицу моей страны, как было запланировано ранее. Хотя мы уважали этой встречи, это ваш страх реальной встречи и сближения, это называется сопротивление, и у вас сами собой нарисовались обстоятельства, обстоятельства, которые не позволяют ему приехать к вам. Сто процентов. Так сложились обстоятельства из-за моего страха. И условно я бы могла поменять эти обстоятельства, но не делаю этого, да. Я, конечно, расстроилась, что у меня не получается. А ехать в мой город не вариант. Делать тут нечего, смотреть не на что, а погода такая же холодная. Ой, блин, классно вы вообще оправдались. Делать нечего, он же едет в достопримечательности смотреть, да, не к вам, правильно? Какая разница, где мы с вами встречаться? Вот оно сопротивление, вот вы как это оправдываете. Хотя изначально он намекал, что хотел бы остановиться у меня дома в моем городе, но я сказала, что я против. На билетах он потерял комиссию в 110 долларов, но не показал виду, что расстроился. Хотя нельзя сказать, что его финансовый достаток настолько огромный, чтобы просто разбрасываться такими деньгами. Так как билеты были посланы мне, я смогла все это проверить и узнать по поводу возврата. Я попросила приехать его в середине декабря, то есть раньше, потому что есть билеты даже дешевле, чем он купил в первый раз. Он сказал, что решит в ближайшее время, но по работе могут возникнуть проблемы. Так что пока неизвестно, сможет ли он за такой короткий срок подготовить деньги для оплаты отеля, цены на которые, надо сказать, сейчас выросли у нас примерно в два и больше раза. Потому что после объявления мобилизации в России. В итоге эта поездка для него окажется очень дорогой. Да и надо сказать, вопрос спорный, насколько удачно ехать за границу в Казахстан в первый раз. Максимально мы сопротивляемся. А может вообще за границу не надо? Господи, как вы вообще, как вы выставляете руки? Не надо, не приближайся ко мне, пожалуйста. Нет, 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 нет. Это не хорошая идея ехать. Блин, вообще максимально ваш страх тут вылез. Попараллельно в это время я снова нашла на его старых фото несколько лайков от иностранок. Расстроилась. Но по-прежнему не имеет много подписок на женщину. Из-за разницы во времени, 3 часа ночью я могу уйти спать, заметив, что он в инстаграме. Так, это ваша паранойя, я дальше это читать не буду. Сильно расстроила ситуация, когда я как-то проснулась ночь, увидела его онлайн, запросила подписку в друзья снова, так как очередной раз была отписана. Он меня не принял, хотя еще долго оставался в сети. Одномоментно мои сообщения в WhatsApp не посмотрел. Ответил на следующий день, что он спал с зеленым фонариком, что я отметила подписку сама, что я отменила подписку сама, а могу подписаться снова. Вероятно, почистил и подкорректировал все. Я подписалась, но снова, так, это тоже дочитывать не буду. Вот то, что я опускаю, это ваш вот этот бред, от вашей навязчивой идеи, ваша тревожность. Очень скомканно это так написано, сумбурно очень, да, эмоционально. Видите, даже я читаю это, как бы проблематично читать, потому что у вас вот это, все вот это, мания в голове вашей крутится, ваш страх. Так, в итоге, говорила, что мне не нравится его часто активный и зеленый статус. Он ответил, что тоже может не спать ночью так же, как и я, что он устал объяснять, что у него нет отношений, что нет никаких других женщин, что ему я дорога, и он хочет встретиться со мной в Казахстане. Но повторять одно и то же об этом он не желает. Потихоньку, осторожно, и не сразу он дал понять, что у него есть ко мне чувства. Да и я влюблена, что тут говорить. Ой, спасибо. Сейчас я не могу понять, продолжит ли общение с человеком, который сидит до утра в Инстаграме. Кроме того, меня беспокоит вопрос языкового барьера. Если встреча все-таки когда-то произойдет, в чем я уже сомневаюсь. Я не понимаю, ну, как вы от него отпираетесь. Там реально встреча произойдет. Вы, блин, ее реальность до минимума сводите своими же силами, потому что вы очень сильно боитесь. Вот сейчас идет описание ваших страхов. Окей. Я не понимаю, как нам общаться, на каких языках, траля-ля-ля. Не представляю, как мы с ним можем общаться в реальной жизни, если он ничего не понимает на русском, а я на турецком. Все это время он пользовался. Причем он так, я даже это зачитывать этот бред не буду. Не обижайте слово бред, не в плохом смысле. Это ваш эмоциональный бред. Я имею в виду, вы на этом зациклились. Бред вот в этом. То есть это жвачка ваша моральная. Смотрите, все как-то встречаются, общаются. Есть люди, которые вообще, у них нет общего языка, даже английского. И, блин, женятся и замуж уходят. Это ваше придуманное, ваши страхи. Вы максимально его старались отодвинуть возможность этих отношений. Потому что вы поняли, что чувак серьезно к вам относится. Может что-то действительно отношению выгореть из этого. На сегодняшний день билеты отменены. Деньги ему вернулись за минусом комиссии. Отель в городе, где мы собирались встретиться, тоже снят с брони. Мечты и надежда о встрече разбиты вашими руками. Сроки новой встречи не определены. Меня кидает из стороны в сторону. Мне кажется, что я выдумываю проблемы по поводу ревности. Так и есть. Пусть хотя бы приехал, потом посмотрим. Но буквально вчера я узнала, что билеты, которые он сдал, были оплачены им с кредитной карты. А денег на отель у него и нет. И в итоге комиссия получилась не только для авиакомпании билетов агентства посредника. Но и, как он сказал, от покупки банку. В целом 200 долларов. Он сказал, что не может приехать в середине декабря. Потому что в этом месяце родители попросили у него помощи. На мой вопрос, как он собирается быть в конце декабря. Ведь на Новый год все же дороже подорожает. Он сказал, что не знал, что родственники попросят помощи. Но сделает все, что сможет. Даже попросил коллег дать ему в долг деньги. Но они отказались. Честно говоря, я была в шоке от этих признаний. Но в то же время думал, а может билет он купил спонтанно на эмоциях от знакомства. А теперь просто передумал. Не знаю теперь, как смотреть на эту ситуацию. Мы не общаемся уже несколько дней. Ну, в чувака замотали уже. Хочу, не хочу. Едешь, не едешь. Отменяй. Ой, отменил. А вот денег столько-то потерял. Вот это вот все. Увы, просто его уже вымотали. Посещали мысли, что вместо того, чтобы сидеть в инстаграме, он в свободное время мог пойти зарабатывать больше денег, чтобы суметь прилететь ко мне в любое время. Независимо от цены на билеты отеля. Я сказала, что ему не нужно брать билеты в кредит. Пусть найдет ту девушку в Турции. И на что он толком ничего не сказал. Боже, вы вообще классно. Вы все ошибки наделали? Давай, найди себе лучше. Не меня. Вы максимально от него... Найди себе турчанку, которой лететь не придется. Вот что вы сейчас написали. Сейчас у меня подавленное состояние. Я по-прежнему мало сплю. Не хочется работать, что-то делать. Буду благодарна за ваши любые комментарии. По теме спасибо за ваш труд. Вот смотрите, короче. Вот что я хочу сказать. Вот вы мне уже вообще не в первый раз пишете. Вы уже писали, вначале написали, да? Было от вас письмо. Рекомендации вам давали. Вот вы в этом агонии находитесь. Вот в этом бреду эмоциональном вашем. Блин, идите к психологу. Расслабьтесь и идите к психологу. Пусть вам решат вашу проблему. Вот просто по письму я вам сказала. Вы сами себе создаете проблемы на ровном месте. Потому что вылезли все ваши страхи. Вы увидели, что у вас реально могут сложиться настоящие отношения. Вы их очень сильно боитесь. Вы боитесь семью. Вы боитесь будущего. У вас плохой жизненный опыт или примеры есть. И вы находитесь вот в этой агонии, в бреду. Вы настолько эмоционально, как вы говорите, вас кидает. Я даже читая это письмо, вижу, как вы перескакиваетесь темы на тему. В каком вы эмоциональном состоянии находитесь. Отстаньте от чувака. Если вы не знаете, чего хотите, вы хотя бы парню жизнь не портите, ладно? Вы его вымотали. Купи билеты, сдай билеты. А ты столько-то он комиссии потерял. Я теперь себя за это ругаю. А вот он тот, а он все. А у нас тут смотреть нечего делать. Проще. Так и скажите, я сама не знаю, что хочу. Я боюсь отношений. Я боюсь доверия. Сама не доверяю. Поэтому я ревную. Это про доверие, а не про самооценку. Я ревную, потому что у меня проблемы с доверением, что меня предадут, бросят и кину, сделают больно. Поэтому найди себе эту рчанку, пожалуйста. Потому что я сама не знаю, что я хочу. Возьмите, наконец-то, ответственность на себя, за свою жизнь. И идите к психологу. То, как вы ведете себя сейчас, в каком бреду находитесь, вы разрушаете свой геморрой, перекладываете на здоровую голову у этого молодого человека. Отстаньте от него тогда. Если вы хотите с ним быть в отношениях, позвольте ему приехать, хватит на него давить, требовать, создавать проблемы. Отпустите все. Дайте ему вообще быть мужиком и что-то решать. Отстаньте от парня. Позвольте ему хоть что-то делать. Хватит руководить, лезть куда-то и воду, короче, мутить, вот это все создавать. Вы тогда либо расслабляетесь и играете в нормальные отношения, либо идете к психологу, парня оставляете в покое и занимаетесь своим здоровьем ментальным, разбираете своих страхов, которые, вот они у вас сразу выстроились. Максимально, вот, отдаляете, не приезжая, кучу всяких отговорок ищите, ваше сопротивление идет. Ну, короче, определитесь, что вы вообще хотите. Вот то, что как вы сейчас находитесь в этом бреду, так существовать нельзя. У вас так никогда ничего вообще не выгорит. Ничего дельного. Ни отношений нормальных, ни ваше состояние не устаканится. Вы никакому здоровому консенсусу здесь не сможете никогда прийти. У вас состояние вообще в агонии какой-то. Просто варитесь в своих эмоциях. Сами себе тут же перечите. Одно говорите. Хотите третье, другое, пятое, десятое. Тут страхи вылезают. И, короче, целая каша в голове. Так что для начала определитесь с желаниями и со всем. А уже потом из этого будете сходить, что принимать, какие решения. Мой совет попытаться отношения с этим чуваком, сбавить свои обороты, вообще к нему не лезть, ни претензий, ничего не следить. Вообще слишком вот эта история, почему я это бредом и мани называют, маниакальная история. Вам реально к психологу надо идти. Потому что вы не можете подавить свои желания, вот эту вот тягу свою, слежку всякую. Это уже имеет такой характер. Я не подписалась, отписалась. Зеленый значок у него. Он онлайн, не онлайн. Лайки изучаю, но это уже чересчур. Это уже ту матч. Это уже к специалисту идти, как минимум к психологу. И разбираться с вот этими желаниями, с которыми я не могу поборосы. Начинать, короче, там работу, непочатый играть. Займитесь собой, у вас все будет в порядке. На это, конечно, нужно будет время. Но так оставлять уже не надо. Вы так точно отношений хороших не найдете. Вы их просто, если найдете, как вот этого адекватного чувака, вы их сами испортите. Вот такие мои комментарии по этому поводу. Думайте, что вам делать. Девочки, пишите комментарии под видео, что вы посоветую. Можете с таким встречались или сами были в подобной ситуации. Расскажите о вашем опыте, например, что вы посоветовали автору письма. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Можете написать на почту консультация. Я вам пришлю прайс. Мы с вами встретимся в скайпе, если вам нужна моя консультация психологическая. А сейчас спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.